Всем привет! Обзор на новую модель 4K TV-стика X98. Полное имя маркировки X98-S500. В такой вот коробочке поставляется поддержка 4K. У меня версия 4 ГБ оперативной памяти и 32 внутренний накопитель. Также имеется версия на 2.16. Давайте вначале перейдем на страницу продавца, посмотрим сколько он стоит и какие заявлены характеристики. И позже распакуем, подключим и все протестируем, и даже разберем. Итак, мы находимся на странице продавца. Надежный проверенный магазин, 97,7% положительных отзывов. И стоимость TV-стика на момент записи этого видео, версия 2.16, составляет 34 доллара 29 центов. Версия 4 на 32 будет стоить 41.29. TV-стик поддерживает голосовой поиск, но если брать стандартный комплект, в комплекте идет такой вот инфракрасный пультик. Без голосового поиска, без воздушной мыши, вполне можно им пользоваться, но лучше дополнительно взять какой-нибудь вот такой, например, G10S. Либо можно выбрать вот такой пультик, либо вот такой. По характеристикам. Процессор здесь установлен 4-ядерный, Amlogic S905Y4. Точно такой же процессор установлен в Xiaomi 4K TV-стике. За видео отвечает Mali-G31. Работает TV-стик на операционной системе Android 11. Имеет две модификации, 2 на 16, либо 4 на 32. У меня на обзоре будет 4 на 32. Поддерживает AV1 кодек. Воспроизводит 4K 60 FPS. Заявлено HDR10+. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. И также есть поддержка Bluetooth. Имеется полноразмерная USB 2.0. И также имеется поддержка беспроводного обновления. Мне при первом включении какое-то небольшое обновление прилетело. Младшая версия, так же как и старшая, поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и тоже есть Bluetooth. Ну и ниже здесь пошли рекламные картинки. Сразу из коробки предустановлен Miracast. Можно экран вашего телефона транслировать на телевизор. Вот точный размер этого стика, можете видеть. И вот еще есть более подробные характеристики. Основные все характеристики я уже озвучил. И, собственно, давайте переходим к обзору. Открываем. Сам ТВ-стик. Вот так вот выглядит. Вот, собственно, все, что было в коробке. Сам ТВ-стик. Пульт дистанционного управления. Адаптер питания. Кабель питания. Выносной инфракрасный приемничек. И HDMI-удлинитель. Давайте поближе рассмотрим ТВ-стик. Сверху ТВ-стика имеется световой индикатор. Во включенном состоянии он горит синимким цветом. HDMI-штекер для подключения к телевизору. Если вам напрямую неудобно подключить, можете использовать вот этот переходничок. Вставляете. И вот здесь уже он более тонкий и более удобно можно к телевизору подлезть. Разъем под выносной инфракрасный приемник. USB 2.0. И разъем Type-C питания. И также имеется маленькое отверстие. Это кнопочка сброса Reset. Для питания заявлено нужен адаптер питания 5 Вольт 2 Ампера. Но я напрямую от телевизора его запитывал. От USB телевизора там всего лишь 1 Ампер. И на 1 Ампере тоже нормально все работало. Давайте по традиции я разберу, покажу что внутри. Чтобы разобрать, надо вот эту верхнюю серебряную штучку снять. Вот так вот она снимается. И далее надо по периметру отщелкнуть защелки. Вот так вот выглядит в разборе. С обратной стороны. Вот смотрите маркировку Wi-Fi модуля. Память. Память здесь установлена Samsung. Не знаю, видно, нет? Давайте вот этот радиатор снимем. Вот такой вот железная пластинка за место радиатора. Вот процессор. Амлоджик S905Y4. Вот так вот выглядит в разборе. В принципе, неплохое, я считаю, для ТВ-стика охлаждение. Больше здесь просто не поставить. Ну и собственно, я собираю ТВ-стик, подключаю к телевизору и смотрим обзор. Приятного просмотра. Таким образом выглядит лаучер. На главном рабочем столе предустановлены иконки. Слева большая иконка Netflix. Play Market. Play Market здесь не урезанный, полноценный. Все приложения доступны. Коде. YouTube. Браузер Google Chrome. Видеоплеер, файловый менеджер, настройки и доступ ко всем приложениям. Ниже маленькие иконки с приложениями вы сами можете добавлять на рабочий стол. Нажимаете на плюсик. Вам открываются все приложения, которые у вас установлены. И галочкой отмечаете, что бы вы хотели добавить. Максимум здесь 11 приложений можно добавить. Давайте зайдем в AIDA64, сверим заявленные характеристики. Модель X98S500. У меня версия 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренний накопитель. 25 ГБ из 32 ГБ свободно. Остальное забирает система. Поддержка Bluetooth имеется. Процессор здесь четырехъядерный с ядрами Cortex-A35. Тактовая частота 1800 МГц. За отображение отвечает Mali-G31. Сеть Wi-Fi показывает доступно до 434 Мбит в секунду. У меня сейчас подключен Wi-Fi 5 ГГц. Версия Android 11. Рут доступ имеется. По температуре. Вот здесь вверху я вывел температурку. Во время обзора можете за ней наблюдать. Средняя рабочая температура в районе 70-75 градусов. При воспроизведении тяжелого какого-то 4К контента. Может подниматься до 80 и даже немного за 80. И по кодекам все необходимые кодеки здесь присутствуют. Вот давайте покажу. Ави-Ван имеется, АВ1 кодек. И все остальные также здесь есть. По настройкам. Изначально настройки на английском языке. Опускаетесь вниз. Открываете снизу вторую вкладку. Здесь открываете вкладку, где нарисован глобус. И выставляете нужный вам язык. Далее обязательно заходите в даты и время. И здесь выставляете свой часовой пояс, чтобы часы правильно отображались. И не было проблем с интернетом. Далее заходите в сеть интернет. И подключаетесь к вашей сети Wi-Fi. Wi-Fi здесь двухдиапазонный. 2,4 и 5 ГГц. Вводите свой Google Акаут. Во вкладке приложения. Здесь можно удалять приложение. Разрешить запретить доступ различным приложениям. И все такое. Настройки устройства. Об устройстве. Имеется обновление системы. Мне при первом включении прилетело какое-то небольшое обновление. Модель X98S Plus. 11 версия Android. Сборка прошивки у меня 1815. От 01.07.2022. Имеется Bluetooth. Можете подключить свои какие-то Bluetooth устройства. Наушники, колонки, джойстик. Настройка клавиатуры. Экраны звук. Здесь можно выставить разрешение экрана. Если у вас телевизор 4К, вам будет здесь доступно 4К разрешение. Настройки цветности также можно выставить. И настройки HDR. Можно выставить, чтобы HDR был включен всегда, либо работал адаптивно. Можно зуммировать экран, если есть такая необходимость. Раздвинуть, сдвинуть экран, подогнать под ваш телевизор. Имеется HDMI ЦИК. Можно включить пользоваться, если телевизор поддерживает данную функцию. Чтобы вместе с ТВ-стиком включался и выключался телевизор. Можно включить, отключить системные звуки. Расширенные настройки звука. Здесь можно выбрать формат. Либо чтобы всегда автоматический формат выбирался. Либо никогда не использовать объемный звук. Хранилище. У меня версия на 32 гигабайта. И у меня подключен мой жесткий диск на 256 гигов. Ниже идет заставка. Режим энергосбережения. Место положения. Специальные возможности. И вкладочка «Перезагрузить». Пульты и аксессуары. Это тот же Bluetooth. И по настройкам, собственно, все. Давайте смотреть в работе. В приставке реализован голосовой поиск. Если у вас пульт с микрофоном, можно пользоваться голосовым поиском. Давайте сделаем какой-нибудь запрос. Погода Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге сейчас 29 градусов. Открыть Google Chrome. Открываем приложение Chrome. Новости спорта. По вашему запросу найдено несколько статей. Давайте, кстати, попробуем установить Катнис. Я еще не пробовал, чтобы с рабочего стола искала во всех приложениях. В поисковой строке набираем Катнис. Вот, 220 нам нужен. И с любого ресурса скачиваем данный файлик. Все установился. Нажимаем «Готово». И теперь пробуем с рабочего стола сделать запрос, найти, например, какой-нибудь фильм. Ну вот, при нажатии на микрофон у нас появляется два голосовых поиска на выбор. При установке Катниса он изначально находится обычно внизу. Нажмем только сейчас, проверим. Затерянный город. И вот, по запросу «Затерянный город» срабатывает голосовой поиск во всех приложениях, которые у меня установлены. То есть, вот таким способом можно установить поиск во всех приложениях с рабочего стола. Давайте в работе смотреть. Зайдем на YouTube, откроем какой-нибудь 4К-ролик. Видео 4К, 60 фпс. Откроем в YouTube Next, чтобы можно было включить диагностическое окно. Включим диагностическое окно. Выставим 4К с HDR. И смотрим, вот, при переключении вывалилось 24 дропа и далее все отлично воспроизводит. Никаких дропов нету, отличная картинка. Давайте еще проверим EV1 кодек. И выставляем, вот, 4К с EV1 кодеком. И EV1 кодек тоже все отлично. Претензий к YouTube нету. Давайте какой-нибудь фильм запустим. Вот затерянный город, который мы голосовым поиском искали. Запустим онлайн. Все отлично. Давайте теперь попробуем с раздачи. Выберем 4К с HDR. Воспроизведение тяжелых торрентов зависит от скорости вашего интернета и от количества раздающих. Открываем. Давайте Vimo плеером откроем. Пошло воспроизведение. Давайте до сюжета отмотаем. И также все отлично воспроизводит, претензий нет. Давайте еще с носителя что-нибудь тяжеленькое откроем. Ну вот, у меня есть аватар 100 гиговый, 4К. Открываем. Отмотаем. Тоже все отлично. Проверим IP телевидение. У меня включена вкладка 4К каналы. Переключаем на следующий канал. Дальше. Еще канал. Я не понимаю, что могло. С IP телевидением так же все отлично. Никаких претензий нет. Давайте запустим парочку каких-нибудь игр. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В игры можно в принципе тоже поиграть и давайте еще проверим Miracast, я чуть не забыл. Захожу в телефоне в беспроводной дисплей. И вот, пожалуйста, можно изображение вашего телефона транслировать на экран телевизора. В ютубчик там зайти, да что угодно открыть. Также я сделал некоторые синтетические тесты, давайте вам покажу. Вот скриншот троттлинг-теста, полностью зеленая зона, никакого троттлинга и максимальная температура в 15-минутном троттлинг-тесте было 69 градусов. В Antutu приставка набирает 80 тысяч баллов. 3DMark в режиме Ice Storm Unlimited 9279 и в режиме Ice Storm Extreme 5306. Чтение внутренней памяти 103 МБ и на запись 36. Speed Test Wi-Fi 2.4 ГГц на получение показал 30 Мбит на отдачу 50. Нормальный средний результат для Wi-Fi 2.4 ГГц, а вот Wi-Fi 5 ГГц показал результат не очень. Напомню, у меня от провайдера 90 Мбит и 5 ГГц выдал на получение 62 на отдачу 93. Но вы сами только что могли видеть в работе данный ТВ-стик, я считаю вполне себе неплохое решение за вполне вменяемые деньги. Если данный ТВ-стик будет популярен, будет много продаж, на 4 ПДА будет большая тема обсуждения, то будут и сторонние прошивки. Ну а пока есть как есть, но как я уже сказал вполне неплохо. Посмотреть актуальную цену данного ТВ-стика и где приобрести вы можете перейдя по ссылке в описании под этим видео. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока.